МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 78 сообщений и заявлений. Юбилей первой школы Десногорска. Всегда мы чувствуем гордость, когда говорим о родной школе. И поэтому в этот день особое чувство гордости, любви, радости. Последние 6 лет смоленские аграрии наращивают объемы производства зерна. Не стал исключением и этот год. Прошедший сезон отмечен рекордной урожайностью зерновых и зернобобовых культур. Предварительные итоги уборочной кампании обсудили в администрации области. Так, производство зерновых культур по сравнению с показателями прошлого года увеличилось на 10%. Больше зерна было намолочено только в 1997-м. Отчасти это результат поддержки сельхозпроизводителей. В этом году администрацией им было направлено более 400 миллионов рублей. На 24 миллиона больше уровня прошлого года. Принятые меры позволили собрать 300 тысяч тонн зерна. На 30 тысяч тонн больше, чем планировалось. Инициатива ненаказуема. В этом очередной раз убедились жители Десногорска. Благодаря активной группе более благоустроенным на этот раз стал пятый микрорайон города. Подробности далее. Взять ситуацию под свой контроль и воспользоваться своими законными правами таких жителей в Десногорске становится все больше. Пятый микрорайон благодаря инициативе жильцов недавно стал еще комфортнее. Около 400 метров новой пешеходной дорожки позволит передвигаться без опасений, испачкать обувь или попасть под машину. Долгожданное открытие полотна прошло 28 сентября. Я рада присутствовать на открытии пешеходной тропы. То есть всеобщими усилиями мы добились положительных результатов. Надеюсь, что жители города Десногорска, видя ваши положительные результаты по благоустройству территории, примут решение о том, что можно еще как-то дополнительно свои придомовые территории облагораживать. При поддержке городской администрации жители пятого микрорайона создали первый муниципалитет ТОС – территориальное общественное самоуправление. Следующим шагом инициативных граждан стало участие в конкурсе фонда «Ассоциация территории расположения атомной станции». Целью конкурса значилось создание благоприятной городской среды в Десногорске. Всего мы подали 13 проектов. Один из самых больших мы попросили, что если приоритетным – это сделать пешеходную дорожку для школьников. Дети не водят машину, у них нет своего транспорта, чтобы по бездорожью ходить. И все-таки частично, чтобы они шли в нормальной обуви, не грязными. Первый ТОС муниципалитета под названием «Пятый квартал» победил именно с этим проектом. Деньги были выделены концерном «Росэнергоатом». Воодушевленные своим успехом, жители на этом останавливаться не собираются. «Мы хотим бы осветить немножко наш мост, который идет в город сам. Потом облагородить по плане рельефа, спроектировать, высадить деревья. Подлежащий камень вода не течет, сами знаете». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснат-ТВ. В Смоленской области начался осенний призыв на военную службу. А смоленщины требуется призвать 540 солдат. Для этого в регионе будет работать 28 призывных комиссий. Смоляне будут служить во всех родах и видах Вооруженных сил России. Часть солдат останется в пределах нашей области. Касается это прежде всего женатых молодых людей с детьми. Итоги прошедшей весенней кампании обсудили на заседании областной комиссии под председательством Алексея Островского. Так, прошлой весной войска отправились 1100 смолян. Норма призыва для региона была выполнена на 100%. Губернатор области отметил, что призыв на военную службу – задача государственной важности. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 78 сообщений и заявлений, из которых 6 преступлений. Раскрыто 2 преступления, нераскрыто осталось 4 преступления. Телесные повреждения 12, ДТП с техническими повреждениями 5, смерть некриминального характера 2, прочие 54. Раскрыто ранее совершенное одно преступление. Выявлено 71 административное правонарушение, в том числе 65 за нарушение правил дорожного движения. Преступление террористической иноправности недопущено и не выявлено. Жители многоквартирных домов объявили войну пятийным заведениям и магазинам алкогольной продукции. Достанется тем точкам продаж, которые расположены на первых этажах жилых зданий. Возможность ограничения такой торговли обсудили в Смоленском отделении партии «Единая Россия». Там считают, что подобное соседство доставляет гражданам много неудобств. Так называемые наливайки, место сбора шумных компаний и последующих правонарушений. Депутат Госдумы Смоленской области Ольга Окунева считает, что подобным заведениям не место в жилых домах. Как с ними будут бороться, возможно, станет понятно в ближайшем будущем. Закон о наливайках уже прошел первочтение в Госдуме. Его поддержали все фракции. Юбилей школы – это не только своего рода историческая веха, но и определенный рубеж. Он дает возможность оценить пройденный путь и уточнить планы на будущее. Вот уже 45 лет гостеприимно открывает свои двери первая школа Десногорска. С честь этого события коллектив образовательного учреждения и его ученики подготовили торжественное мероприятие. За 45 лет учреждение окончили несколько десятков выпускников. В этих стенах они получили знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения школа была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так как ее традиции свято сохраняются и передаются из года в год. В актовом зале школы практически не было свободных мест. На мероприятие пришли выпускники, представители администрации города, руководители комитета по образованию, а также друзья образовательного учреждения. С праздником вас, дорогие! Я желаю процветания первой школе, здоровья, благополучия всем вам! Я желаю, искренне желаю, чтобы каждое утро в вашей школе начиналось с добрых приветствий, веселых улыбок, интересных уроков, веселых-веселых и звонких перемен, чудесных увлечений и великих стремлений. Со словами искренней благодарности и уважения все приветствовали учителей-ветеранов. Они поделились своими воспоминаниями и пожелали коллективу школы новых успехов и достижений. Атмосфера, которая холодным осенним днем окутала первую школу, нельзя сравнить ни с чем. Это искренняя признательность, радость и ностальгия. Испытать все эти чувства одновременно в других обстоятельствах просто нельзя. Вообще наша школа всегда, мы чувствуем гордость, когда говорим о родной школе. И поэтому в этот день особое чувство гордости, любви, конечно, радости, радости встречи с ветеранами, радости встречи с нашими друзьями. В торжественной обстановке педагоги получили заслуженные грамоты и благодарственные письма. А школьники в очередной раз имели возможность продемонстрировать свои творческие способности, радуя зрителей песнями и танцами. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Гесна-ТВ. Закон о так называемой либерализации ОСАГО будет рассмотрен Госдумой 15 октября. Но некоторые его подробности уже известны. Из плюсов – отмена коэффициента региона проживания и мощности автомобиля. Спорным для авторюбителей нововведением можно считать удорожание страховки для автомобилей без телематики. Это системы GPS и трекер GLONASS. В этом случае стоимость полиса может увеличиться в два раза. Относится это к тем небогатым регионам, где основным средством передвижения остаются старенькие Жигули. К концу следующего года страховка на такие автомобили может взлететь более чем на 80%. Все потому, что отсутствие GPS или трекера GLONASS не позволяет собрать данные о стиле вождения автомобилиста и географии его поездок. Поэтому стоимость ОСАГО будет рассчитана по максимальному тарифу. В конце выпуска погоди. 8 октября в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 4, ночью до минус 3. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!